В год семьи в Тверской области проводится множество традиционных и новых мероприятий, посвященных семейным ценностям, в том числе связанных и с народными обычаями, а именно с почитанием наших святых. 14 марта на Руси отмечался День памяти святой Евдокии Илиопольской, который ассоциировался с пробуждением природы. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. В народе этот праздник называли Авдотьей Весновка. С этого дня в семьях лепили птичек из теста, закрепляли их на палочки и ставили на самое видное место, тем самым призывая весну. Считалось, что птицы приносят добрые вести и дарят надежду на счастье, крепкую семью и рождение здоровых детей. Сегодняшний праздник проходит по инициативе Ассоциации Тверских землячеств, а Министерство семейной и демографической политики Тверской области организовало мероприятие по чествованию молодых пар. Сегодня прославляют весну, поэтому сегодня даже в САГСе, не специально, а так получилось, по воле, наверное, святой Евдокии, 14 пар. 14 марта и 14 пар. Вы сегодня вступили в свой законный брак. Вы теперь муж и жена. Я желаю вам всего самого-самого хорошего. Главное, чтобы ваш брат был долгим, крепким. Илья и Елизавета Казакова вместе уже два года. Познакомились в социальных сетях. Сразу поняли, что это настоящая любовь. Елизавета ждала Илью из армии и, когда он вернулся, получила долгожданное предложение руки и сердца. Молодожены уже задумываются о пополнении своей новоиспеченной семьи. Не верится, что все вот это вот с нами. Мальчик, девочек хочу. Но больше не мальчик хочу, конечно. Каждой паре, которая сегодня соединила себя узами брака, вручили подарочный набор с книгами о Тверской области. Тематический календарь год семьи в Тверской области и обрядовое печенье ручной работы в виде птички с эмблемой «Большая семья. Тверская традиция». В нашем регионе оказывается большая поддержка молодым и многодетным семьям. Именно в семье формируется уважение к старшим, стремление заботиться друг о друге, достойно трудиться и быть ответственными за свои слова и поступки, за будущее нашей великой Родины. Наша цель – сформировать в Верхневолжье максимально благоприятные условия для рождения и воспитания детей. Счастливой семейной жизнью и крепкому браку тверских пар покровительствует святое семейство Михаила Тверского и Анны Кашинской. Это пример многодетной и дружной семьи, с которой началась добрая тверская традиция большой семьи. Продолжение следует...